Сегодня для традиционной пресс-конференции, исполняющего обязанности главы администрации Харцеска, было выбрано нетрадиционное место. Александр Левченко назначил встречу журналистам городских СМИ в первой школе. Во время осенних каникул в гардеробе и в четырех классных комнатах на первом этаже школы был выполнен ремонт системы отопления. Сегодня Александр Левченко лично убедился, работа сделана качественно. По гуманитарной помощи поликлиника, наша больница имела возможность получить довольно-таки приличное количество радиаторов, которые не было использовано. Вот они пожертвовали нам 14 штук. За трубами мы обратились по республиканской программе и получили быстро мы трубы, получая на тополек, на детский сад. Мы сразу же привезли на первую школу. Ну а спонсорской помощью мы смогли эту отопительную систему смонтировать. Ни дети, ни родители, никто. Мы ничего не собираем. Уже довольно приличное время, поэтому никаких родительских взносов здесь не было. Благодаря помощи нашего мецената Юрия Анатольевича Дегтярева были проведены ремонтные работы. То есть были две сварочные бригады сварщиков, которые качественно и в срок выполнили эти работы. Большое спасибо рабочим, которые выполняли эти работы в том числе. Большое спасибо родителям, которые участвовали в подготовке классов, ну то есть приводили их в порядок после ремонтных работ. Это выходные дни. Важный результат. Это тепло в классах, где учатся наши дети. За температурой в школе пристально следят и педагоги, и родители учеников, и администрация города. Сейчас делать выводы о работе системы отопления всей школы преждевременно, отмечает Людмила Быкова. За окном установился устойчивый плюс. Соответственно, и котельные работают не на полную мощность. По зиме посмотрим. Если действительно будет критическая такая ситуация, то будем планировать на лето капитальный ремонт отопительной системы. Шесть детских садов и столько же школ Большого Харциска, Дюсэша и Зуевская библиотека. На ремонт всех этих объектов социальной инфраструктуры государственное финансирование было получено в третьем квартале. Ну, где-то есть просчеты, однозначно они есть. Где-то, может быть, какие-то наши ошибки. Но мы постараемся в дальнейшем, чтобы такого больше у нас не было. Все делать вовремя. Подготовку наших учреждений и медицины, и образования, и социального назначения готовить вовремя. И выполнять все работы в отведенный период для подготовки вступления в отопительный сезон.